Дарья Паскарюк В ведомстве даже определили тройку районов лидеров по финансированию. В этот список попали Яльческий, Красноармейский и Красночитайский. Сбор информации о количестве коров, которые жители региона содержат в личных подсобных хозяйствах, еще продолжается, отмечают в Минсельхозе. Так что претендентов на получение субсидий вполне возможно станет больше. Точную сумму, которая понадобится на реализацию республиканской меры поддержки, в министерстве обещали назвать после того, как соберут все сведения от владельцев коров. Первый месяц лета пролетел, но впереди еще достаточно времени, чтобы успеть отдохнуть. Теперь планировать путешествие жителям Чувашии стало проще. Уже сегодня с Чебоксара можно летать совместными рейсами авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот», сообщили в региональном интернете. Согласно код-шеринговому соглашению, который эти две авиакомпании подписали еще в мае, жители региона смогут купить единый билет из столицы республики в любой аэропорт мира, куда летает «Аэрофлот». При этом, если где-то самолет задержится, пассажиры дождутся, потому что он будет лететь уже не стыковочным, а транзитным рейсом. Также под кодом авиаперевозчика «Лоукостер» будет выполнять рейсы из Шереметьево в 11 городов, среди которых числится столица республики и обратно. Подробнее со списком направлений можно ознакомиться на сайте профильного ведомства. Жители республики в 9 раз чаще стали обращаться к органам власти через госуслуги. Об этом сообщили в Центре управления регионом. Для сравнения, если в начале года через портал поступало порядка 10 сообщений в сутки, то сейчас этот показатель переваливает за 90. Рост числа обращений, говорят специалисты, подстегнула электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Через госуслуги в органы власти в прошлом месяце, к примеру, было направлено 2775 обращений. Почти 2000 из них касались прививки от коронавируса. Элегантность, легкость, изысканность. Так можно охарактеризовать творчество Елены Магаршак. Посмотреть на работы мастера приглашает Чувашский художественный музей. На выставке представлены 70 работ, созданных автором в последние два года. Искусствоведы отмечают, Елена мастерски владеет пастелью. Этот фит графики требует особого подхода. Все работы, признается автор, навеяны жизнью. Обратить внимание людей на привычное, найти в обыденном новизну, может только зоркий взгляд художника. Для того, чтобы я начала это рисовать, надо, чтобы меня это зацепило. Понимаете? Чтобы оно где-то откликнулось и чем-то укнулось. Тогда оно пойдет. Коллеги по цеху отмечают ее тонкое восприятие мира и умение передать свое настроение зрителям. Они вышиты, они как сделаны, как бы вам сказать, с такой женской любовью, будем так говорить. Каждая работа, она несет какое-то такое внутреннее содержание, за которым и узнается именно характер этой прекрасной художницы. Сегодня отмечается еще один праздник – Иван Купала. В этот день было принято плести венки из целебных трав. По народному поверью, высушенные растения сохраняли свои полезные свойства целый год. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».